Как мы в России узнаем об окончании спецоперации? Не представляю даже. Ну как? Все протрубят, будут как вам на 9 мая. Как победу фашизму, наверное, отмечают так же, блин, абсолютно. Через там американцы могут сказать, например. Вы знаете, все проистекает на самом деле иначе, чем нам представляет пресса, телевидение, радио. И гораздо больше жертв людей, что их, что наших. Мы узнаем, когда конец будет или как? Без понятия. Смотря, как закончится. Когда будет капитуляция Украины? По телевизору. Передадут, по телевизору, что так, а так, а качают. Но это не скоро. Не скоро? Не скоро. Почему? Потому что затяжная. Даже сейчас по телевизору показывают, что первоначально думали, что быстро все закончится. Но сейчас там тоже бандеровцы такие, что ой, да ну. Не знаю, наверное, когда в Киеве флаг российский повешивают сверху. Ну, наверное, объявят. В новостях? В новостях. А новостям мы не верим. Не верим. И что получается? Что делать? Ну, скорее всего, война когда-нибудь закончится, в любом случае. И об этом мир узнает. Каким образом это произойдет, ну, я не могу сказать. Ну, как? Я думаю, из обращения Всевышнего Владимира Владимировича Путина. По-моему, это не спецоперация. А как? Каждый как видит, так и... Явно об этом скажут в СМИ и разных пабликах, потому что сейчас все на ушах на этой теме. Да, и думаю, сами власти нам про это скажут. Ну, когда наши ребята, вояки, все вернутся домой, когда наступит мир, тогда и узнают, конечно. Когда узнаем, когда не будет там убитых, вот тогда мы узнаем. Ну, когда Украину возьмут в свои руки и наведут порядок, тогда и узнаем. По выступлению главного командующего. Ну, уж точно не... ...перверком каким-нибудь... ...и не парадом. Очень хотелось бы, чтобы это очень быстро закончилось, потому что на самом деле это очень страшно. Мне очень жаль тех ребят, которые там погибают. Как узнает, надеюсь, что очень скоро, раз. Во-вторых, ну, наверное, может быть даже не столько из официальных источников, сколько где-нибудь, так скажем, со стороны. Будем уже готовиться к тому, что скоро завершится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!